Привет, мальчишки и девчонки! Я продолжаю снимать видео прохождения компьютерных игр во Второй мировой войне. И следующая игра, это уникальная в своем роде игра во Второй мировой войне, потому что здесь сочетается как шутер от первого лица, так и тактическое управление, то есть 3D стратегия есть. Это очень интересное сочетание таких игр во Второй мировой войне, шутеров я ни разу еще пока не встречал. К счастью, есть три игры от этих разработчиков Gearbox. Первая, с которой я хочу вас познакомить, это Brothers in Rounds, Road to Hill 30, он называется. Я немножко поиграл уже, чтобы проверить настройки управления, чтобы было комфортно дальше играть и не тратить на это время. Так что давайте начнем. После развода отец мне сказал, у каждого солдата две семьи. Те, кого ведешь по жизни, и те, кого ведешь сквозь ад. Я провел здесь 8 дней, командуя отрядом, который я не был готов вести. 8 дней я смотрел, как мои парни, моя семья, убивают фрицев и погибают сами. 8 дней я мечтал, чтобы это прекратилось. Бейкер, Бейкер, ты жив! Он жив! Помогите его подняться! Бейкер! 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 Черт! Черт! Что происходит?! Поп-6! Вы меня слышите? Вы слышите или нет?! Поп-6! Это Поп-3! Отмечай же ВВС свою! Поп-6! Жидко! 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 Черт! Без танков нам конец! Прием! Прием! Черт! Меня кто-нибудь слышит? Нужно обрали беженка! Срочно нужно обрали беженок! Надо узнать огонь! Мне дать их противник! Куромок, хватит гарантия! Йорк! Йорк, вставай, Йорк! Он мертв! Куда застреку! Не умирай! Только не умирай! Держись! Мегет, где танцы, чёрт возьми? Он умирает! Мы на помощь! Мы все тут лягом, если ты не починешь свою чёртову рацию! Чёрт возьми! Фашистские убрёнки! А, чёрт, у них танки! Как нужно убираться отсюда, к чёртовой матери? Не отступать! Ложись! Сейчас не жарко! Игра по сравнению с Call of Duty или Medal of Honor отличается от простых вещей неудобного управления, поэтому она не снискала и трактов той славы и той людьми, как предыдущая была франшиза. Однако, если дать тебе шанс, она оставит вам достаточно много удовольствия. Потому что она дает достаточно интересный экспириенс, и этот опыт мне очень сильно понравился. То, как и опыт игра принесла мне. Для 2020 года графика, конечно, уже старовато, это факт. Но играю я в неё не ради каких-то визуальных эффектов, а именно ради тех моментов, которые проявляются в геймплее. То, что разработчикам удалось совместить несовместимые вещи для 2005 года, по-моему. Это шутер не в том виде, в котором мы привыкли его видеть. И, соответственно, в этом его необычность. За этой игрой я начал следить ещё до её выхода, когда выписывал, точнее, покупал журналы игровые, типа «Навигатор игрового мира и игромании». Там увлековались, помимо статей, как вы помните, знаете, может быть, были диски с этими журналами. И разработчики делились своими журналами разработки. То есть они летали на конкретно том самолёте, на которых высаживались десантники в Европе. Они стреляли из того оружия, из которого стреляли эти солдаты. Танки, то есть звук весь, который есть в игре, это всё реально записаны самими разработчиками звуки. И это, кстати, те же разработчики, которые делали о том, как оффлайн первой. Опасит форс, если не ошибаюсь, камни завоянные. Я никогда не хотел быть командиром отряда, но мне не дали выбора. Сейчас под моим командованием 13 солдат. Жизни 13 человек зависит от меня. А от моих решений зависит, увидят ли 13 семей своих мужей и сыновей. 13. 13 – несчастливое число. Стой! Стой! Пристегнуться! Проверить снаряжение! Помните, что бы ни произошло, держаться вместе! После высадки найдите Бейкера! Пошли! 14-й готов! 13-й готов! 12-й готов! Горю! Пора убираться отсюда! Сержант! Надо прыгать! Дай зеленого сигнала! Если ждать, мы уже не увидим зеленого сигнала! Мэйкер! Встань вы куда! Тихо! Чтоб ты встал! Тихо! 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 Собственно, для шутеров по Второй мировой войне достаточно была распространена такая практика повествования, как размышления главного героя, его воспоминания перемешиваются с динамичным геймплеем. То есть он немножко порассуждал, повспоминал, а потом побегал, пострелял и так далее. Но отличается, допустим, эта игра от остальных тем, что здесь, если вы заметили, он стоял не в основной шеренге рядовых, а рядом с командиром взвода, я так понимаю. То есть вы в этой игре являетесь не пешкой, которой все помыкают, пойди туда, принеси, сделай то. Здесь вам дают право управлять. Но пока этого не происходит, потому что мы еще учимся этому. И по сюжету нас только назначили командиром отделения. Черт! Возьми мой пистолет! Стреляй во всех, кто носит серую форму! И мы еще учимся тому, как командовать. А в данный момент мы обучаемся тому, как стрелять, как перезаряжаться. И если вы обратили внимание, если вы заметили, над игроком, точнее, над вражеским NPC был Красный Круг. Здесь группа строений. Это очень важный момент. Я пытаюсь понять, в какой дыре мы оказались. Нужно было обратить внимание, и впоследствии он нам пригодится. Знать о нем полезно и обращать... Понятия не имею, где мы, но тут нельзя оставаться. Вокруг полно чертовых фрицев. Уходим, Бейкер! Сейчас наша задача воссоединиться с другими членами нашего отряда. Продолжить наступление союзных войск на Магии. Укрытие очень важная составляющая этой игры. Молния! Гром! Кто здесь? Ой, черт! Мак и Бейкер! Я думал, что заблудился! Тихо! Говорите шепотом, а не то на шум сбежится вся чертова немецкая арка. Сейчас не время для обмена впечатлениями. Вы знаете, где мы? Понятия не имею. Сейчас выясним. Ждите здесь. Здравствуйте! Же-суи-американ! Сил-ву-плее, laissez-nous en paix! Американцы мы! Что это за город? Сил-ву-плее, партейте! Кто-нибудь знает француз... Ни одного чертова слова из ее климатии не разберу. Я немного говорю по-французски, сэр. Тогда волочи свою задницу сюда, сынок. Пу-вэ-ву-ву, ну-ди-ру, ну-сомс? Да... Она говорит, мы находимся к северо-востоку от сент-мэр Эклис. Черт! Мы взяли не то направление. Я останусь ждать остальных отставших. А вы идите через калитку на восток и смотрите, не встретится ли вам по пути еще кто-нибудь из наших парней. Держитесь! Это приказ! Так, еще одна глава закончена. И интерфейс нам чуть попозже или сейчас подскажет. Когда понимаешь, что через неделю человека может не быть в живых, начинаешь замечать все его пунктики. Я помню, как впервые увидел Легета. Это было за завтраком. Он аккуратно резал ножом вареное яйцо на крохотные кусочки, как ветчину. И я подумал, что за свои 23 года ни разу не встречал человека, который так режет яйцо. Понятия не имею, почему мне это запомнилось. Там зенитка! Надо ее уничтожить! Вы сломали ей калитку. Вы не хотите ей это вознести? Засунь кляп в свой большой рот! Проклятые ямки пришли и все сломали. Итак, вот он режим управления солдатами нашими. Вы вошли в режим тактической паузы. Нажмите пробел. То есть здесь мы можем посмотреть, собственно, где находимся мы, где находится враг и что с этим делать дальше. В этом режиме игра приостанавливается, то есть никто ни в кого не стреляет, чтобы дать вам время изучить местность вашей цели, известные боевые единицы. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Вы смотрите на вашу текущую позицию. То есть здесь мы видим, где находимся мы. Чтобы повернуться вокруг точки наблюдения, следует нажать А, Д, В, то есть привычные нам кнопки перемещения. Вот так мы можем посмотреть. Вот так можем посмотреть. И, соответственно, вокруг своей оси, вокруг оси нашего, скажем так, отряда, можем двигаться и осматривать местность. Где мы, где враг, что находится вблизи, как мы можем, с какой стороны мы можем врага обойти, где мы можем расставить наши отряды. Помимо нашей собственной позиции, вы можете осмотреть прочие объекты на местности. Ну, собственно, то, о чем я сейчас сказал. Это могут быть ключевые точки миссии, указатели, отряды противника и союзников. Чтобы перейти к следующей цели, надо нажать вправо. Чтобы перейти к предыдущей цели, нажмите влево. А, ну, собственно, это кнопки курсора. Здесь наш военачальник МАК. Здесь мы видим немцев. Здесь мы видим наших союзников. Сержант Бейкер, третий взвод, третий батальон. Обратите внимание, пишет нам игра, что некоторые метки сержант дополнительную информацию, которая отображается в правой части экрана. Пока не вижу что-то. Так, в режиме тактической паузы удобно принимать решения и определять расположение целей. Ну, в процессе игры это требуется не так часто, когда ты уже привык и, в принципе, ты побегал там по карте, ты примерно знаешь, где что находится. Но иногда это полезно, тем не менее. Немецкий отряд, который приказал уничтожить сержант Хесси, находится прямо перед вами. Нажмите, провел, чтобы продолжить. То есть вот он, прямо перед нами. Мы можем как в лоб ему зайти, так и обойти его, кстати говоря, слева или справа. Мы в качестве прикрытия можем использовать стуги сена, либо можем обойти слева. Сейчас я показал пальцем, но вы этого не видели. Точно так же, если вы находитесь в укрытии, противнику сложнее по вам стрелять. Ну да, укрытие, об этом я уже говорил, это одна из особенностей этой игры. То, чем не стоит пренебрегать. Чтобы уничтожить врага, сержант Хесси переместится на другой огневой рюкз, из которого открывается прямой вид на немцев. Этот маневр называется заходом во фланг. То есть мы можем заходить во фланги, оставлять там кого-то из нашего отряда, чтобы они отвлекали противника, отвлекали его, либо подавляли его. То есть они будут по нему стрелять, и враг при этом не может высунуться и отследить, куда двинется вторая часть нашего отряда. В этом, собственно, ключевая особенность этой игры. Переместившись на новую позицию, с которой открывается прямой обстрел, сержант Хесси сможет легко уничтожить немцев. Либо мы это можем сделать мы. То есть здесь дается нам право выбора. Мы можем, в принципе, оба отряда использовать как для прикрытия или подавления противника, а сами обходим с флангой и расстреливаем их потом. Либо можем просто наблюдать со стороны, как один отряд прикрывает и подавляет противника, другой отряд штурмует. Мы отдаем приказы последовательно одному отряду атаковать, точнее, подавлять, а другому атаковать. Пока сержант Хесси выполняет маневр, вам с легетом предстоит обеспечить ему беспрерывное перемещение. Нажмите фребел, чтобы продолжить. Находясь под обстрелом, противник будет дольше оставаться в укрытии и реже вести ответную стрельбу. Он даст сержанту Хесси возможность зайти с фланга, не опасаясь вражеских пуль. Собственно, то, о чем я вам и говорил. То есть, в данном случае просто я буду в отряде, который обеспечивает прикрытие. Индикатор. То, о чем я говорил ранее, индикатор подавления на дроженскую цель показывает, насколько вам удалось сковать действия противника. Если он красный, это означает, что противник в данный момент четко ориентируется, видит, кто куда перемещается и может отстреливаться и реагировать на ваши действия. А если он становится полностью серым, это значит, что он не высовывается, он не видит, что происходит. И, соответственно, вы можете спокойно перемещаться по карте, отправлять отряды в атаку, например, или сами атаковать противника. Чтобы войти в режим технической паузы, следует нажимать кнопочку «Ви», чтобы выйти из нее тоже выйдя в из-за его токсона. Вижу цель! Фейкер, ложись и держи их на мушке! Стреляй, когда я открою огонь! Покажи этим фрицам! Фрицы! Лежись в стене! Огонь! Мы их прижали! Сержант, ложись! Я обойду их с фланга! Не прекращайся! Давайте! Вас понял! Держим под огнем! Бекер, ложись! Вот, а как только наш... Фрицы там! Бекер! Надо обойти их с фланга! Ну, пошел с фланга отходить. То есть, тут тоже можно сейчас войти в режим. Вот этот. Мы видим, где мы, Бекер, собственно. Где находятся наши враги. И, собственно, Мы видим, Куда пошел наш Соратник. Для того, чтобы Зайти с фланга. Идем. ВРОДУШЕВЛЯЯ! ВРОДУШЕВЛЯ! ПРИКЛИВАЕМ! ПРИКЛИВАЕМ! ДАВАЙТЕ! Это не конец! Ишла слоу! ПРИКЛИВАЕМ! ПРИКЛИВАЕМ! будет сделано других не видно ну собственно вот и все мы можем несчастные . вот как менять оружие мы ничего не можем сделать но сержант шевелись леди рукопашка блин как как оружие поменять или не помню еще сейчас я попробую обойти сам враг парализован одному конец похоже это все с фланга они пытаются убежать и вот в этот момент наши друзья которые были в поддержке они стреляют и то есть ответственно замысел топич таким образом у нас и это самое приходит в действие там зенитка надо ее уничтожить стреляй когда я отстрою огонь Я попробую зайти с фланга слева. Потому что в этом, собственно, вся суть игры. Сейчас мы второй отряд таким образом обработаем. Бейкер, установи на ней заряд. Классическая операция. Попасть с первого раза практически невозможно. Наверное, так же и в реальной жизни, если ты не снайпер какой-нибудь. Так, что мы можем сделать? Подойти сюда. Только индикатор красный становится полностью красным. Это значит, что наш противник в любой момент может высунуться и атаковать. Ну, собственно, как и мы. Моя задача – заходить с фланга и… Бейкер в обход! Нужно зайти с фланга! Калашматить. Ну, собственно, так быстро. Встреча с флангом. Прикрываем! Врат парализован! Этому конец! сержант ложись но это очень прикольный шагом конец все-таки находишь лазейку понимаешь как это последний обойти с фланга и твои попытки добраться подрывайся нитку нам пора убираться отсюда к чертой матери могут увенчаться успехом это дорогого стоит то есть сейчас это самые простейшие элементы тактики как куда можно обойти там и так далее это все самое простое данные что танки более сложные карты когда у вас будет два отряда это все становится гораздо интереснее новые виды оружия теперь придется идти без передышки 4 пехотная дивизия направляется сюда через сектор юта а везде вокруг немецкие подразделения берет заценили лицевую анимацию 2005 года так медаль за отличную службу перед высадкой я осознал что должен подавить свои страхи и вести тех кто оказался под моим началом у судьбы мрачное чувство юмора между мной и моими людьми стоит ад но это не имеет значения даже ад не остановит меня я получил сообщение от одного из водов что несколько наших приземлились в этой местности фрицы устроили нам торжественную встречу затопив ее нам будет чертовски нелегко их отыскать разве что они сами найдут нас эй это не рыжий здесь повсюду фрицы в двух шагах отсюда стоит минометный расчет господи как я рад вас видеть я все утро прятался в канаве по уши в воде одного подстрелил он подошел канаве чтобы справить нужду парни как же я вам рад высадка назначена на 6 30 так что нельзя терять время бейкер возьми хардсака зачистите главную дорогу а я постараюсь найти остальных встретимся на берегу постараемся соединиться с четвертой дивизией удачи парни капрал хардсок 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 хардсак 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 ёперный театр ёперный театр хардсак так вот капрал хардсак это один из главных действующих лиц этой игры но главным героем он станет не в этой игре сейчас он наш подчиненный во второй части brothers in arms он будет главным героем капрал он все-таки капрал не рядовой группы отряда гневой поддержки вооружены винтовками ручными пулеметами и гранатами они могут долгое время удерживать противника под обстрелом там них то есть у вас боезапас кончается допустим да вы долго не можете кого-то отстреливать ваша задача грамотно распорядиться как раз вот именно этими отрядами огневой поддержки обратите внимание что значок группы огневой поддержки на внешнем кольце компаса сместился или отмечен или отмечает позицию хардсака как командир отряда вы можете приказать хардсаку переместиться на новую позицию произвести выстрел по цели атаковать позицию противника и следовать за вами то есть естественно с членов вашего отряда могут либо ранить сейчас допустим у меня значок зеленый это значит что у него сто процентов здоровья он может быть желтым он будет а значит он ранен и оранжевым это значит что он скоро умрет то есть лучше его никуда не посылать там и соответственно он может остаться там на месте да но отстреливаться или подавлять противника но нужно иметь ввиду что любая пуля может оказаться для него последний критичным попаданием может быть так чтобы вывести значок приказа следует нажать и удерживать левую кнопку мыши то есть ну вот в call of duty и metal of honor левая кнопка мыши и правая кнопка мыши это прицеливание в этой игре прицеливание это нажатие на колесико или нажатие на клавишу е так чтобы указать точку в которую следует переместиться надо переместить переместить курсор осталось отпустить левую кнопку прошу прощения правую кнопку чтобы отдать приказ о перемещении то есть сейчас мы можем его приказать переместиться вот сюда и той же правой кнопкой мы можем ему указать что нужно стрелять нажмите пробел чтобы продолжить вот харцог опытный бояться сам найдет поблизости укрытия то есть нпс в этом случае отличаются умом изобразительностью они знают как нужно сесть чтобы не поставиться под пули есть такой момент когда ты наводишь понял вот так курсор на того место куда нужно вести огонь можно случайно сместиться вправо или влево и соответственно он побежит прямо на врага вот тут нужно иметь ввиду что нужно достаточно аккуратно наводить на цель курсор чтобы этого не произошло пугало противник вот то есть вот таким образом должен замигать курсор в этом случае он начнет огонь если вы чуть-чуть сместились влево допустим или вправо то он побежит туда и но это либо неминуемая смерть если там он побежит против пятерых например даже даже двоих ну либо он побежит и соответственно получит серьезные ранения прижать их как следует огонь перезаряжаю оружие таким образом отряд который был поддержки он становится атакующим отрядом для этого нужно нажать на клавишу сначала правую штурда это рискованные маневры которые рекомендуется выполнять только тех случаях если враг полностью подавлен то есть его кружок он из красного стал серым и красным он не не мигает даже так нажать и удерживать shift или зажать за приказать хардстагу сли держаться рядом следовать за мной вот таким образом вас понял то есть в этом случае если слева внизу увидеть что у вас отряд в кружке значит он за вами следует полностью никуда не уходит если вы хотите приказать ему остаться где-то то соответственно тем же способом левой кнопкой правой кнопкой вы выбираете где он должен остаться так ну что соединиться с 4 пехотной дивизии хардстаг идет за нами так у нас тут немцы партия вот таким образом прекратить огонь прекратить огонь всю игру мы пройдем единственный момент так от нас не спрячутся понял я пока не понял как менять оружие честно я вот что-то ложись сажать и удерживать нет все таки хардстаг сам оставаться рядом я лучше посмотрю в настройках управления так это у нас перемещение действие сменить оружие табуляции да табуляции я совсем забыл и сейчас мы пистолет поменяем на винтовку кар чего тебе бейкер вот так таки винтовка получше будет пистолета хотя по маневренней но это получше она в том плане что с нее стрелять более эффективно будет и 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 а и по противнику я не могу выясниться я вернулся я вернулся так вот это бед понял понял давай харцов приходи справа не обойду минометчики еще один враг отбит а все то я с ними разобрался молодец не тратить патроны ждать пока они высунутся есть молодец вообще не считаю не обойду не обойду пригвозим их к месту этому коне давайте парни с огоньком понял обеспечить прикрытие зайдем с фланга вот как это делается это последний единственная проблема как только покажутся иногда путаешь эти кнопки центральная кнопка колесико и кнопка правая вот из-за этого можно отправить как я говорил своего подопечного под пули и соответственно либо лишиться своего подопечного в этом случае обычно переигрывал либо нанести ему серьезные ранения за мной я забыть про него можно еще мы уже не знали свидимся ли еще когда нибудь все утро отстреливали немцев выходящих с берега один бедолага пытался расстегнуть ширинку когда аллен его прикончил ничего подобного он лез в кобуру вот наш трофей жалкие фрицы упорно сопротивлялись пока наша артиллерия не вынесла большую часть браунинг 30 калибра как новенький разве что слегка заляпан кровью вас понял так веселье начинается вот здесь таким оружием а он в и а 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 еще и не окончили с патрона перезаряжаюсь потому что он полностью подавлен еще один конец вот так говорите с маком а мак у нас в кампе где мак то быхер рад что ты жив похоже четвертая дивизия взяла ситуацию под контроль как только они доставят на берег снаряжение мы пополним боекомплект и двинемся дальше надо связаться со штабом и выяснить где приземлились остальные парни отдыхайте пока есть время у нас впереди долгий день я понимаю широкие сердца героев нынешнюю храбрость и храбрость этой стихотворения которое мне в детстве читал отец трудно представить себе что эти возвышенные слова написаны о той мерзости которая творится вокруг то есть высадку в норманде ребята решили показать с другой стороны собственно и middle of honor airborne тоже было именно вот с этой стороны то есть не со стороны воды а со стороны высадки с неба вот цель x y z я не хотел быть командиром фокс 3 вы меня слышите прием значит надо их перебить пока они не кончили завтракать интересно что фрицы едят на завтрак баварские колбаски поджаренный хлеб нет черт побери кровь своих жертв сержант я не могу ни с кем связаться мы в полной заднице ладно действуем по прежнему плану харцог ты пойдешь с бейкером фрицы знают что мы здесь передадим им привет от десанта то есть перестреляем угадал рядовой аллен просто я никогда не слышал такого выражения нет бы выражаться яснее теперь знаешь умник бейкер помни они не знают что мы здесь постарайтесь действовать без лишнего шума двигаем что харцог 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 снова с нами наведаемся к немцам давай сюда харцог садись ближай пошли вас понял противник огонь молодец враг парализован огонь пригвоздим их к месту наконец-то появился угостим их огнем и они продолжать огонь враг вскова вперед харцог понял сержант ложись отлично есть проход теперь не высунутся он неället отлично погодим их к месту угостим их огнем вскова есть огонь надо их обойти давайте парни с огоньком продолжать огонь Не прекращать огонь! К этому конец! Еще немцы! Кровищи... Так, сейчас я попробую карту щитня повести. Куда? Вас понял! Блин, планируешь! Блин, планируешь! Блин, планируешь! Обеспечить прикрытие! Враг подавлен! Огонь по противнику! Готов! Готов! Огонь! Пригвоздим их к месту! Бегом! Еще одному конец! Бегом! Бегом! Понял! Огонь! Ну, мало патронов! А, нет, нормальный патронов! Так, ну, что у нас дальше? вот сюда задание идти тоже фрицы давай угостим их огнем продолжать огонь этому конец давайте парни с огоньком не прекращать огонь обеспечить прикрытие огонь по противнику зайдем с фланга пригвозим их к месту еще одному конец следовать за мной понял так все здесь фрицев нету идем дальше я знаю куда вон там у нас впереди по ходу движения вон они харцик мы сейчас опять посадим за укрытие здесь фрицы скорее туда есть и будем его просили немцы огонь в принципе он может быть украли вас понял давайте парни угостим их огнем еще немцы этому конец это было неправильное решение и враг парализован давайте парни с огоньком не смогу попасть в укрытие и понял черт фрицы пошли вот сюда обеспечить прикрытие черт новый отряд сержант ложись давай фарцеп почи оставаться там даю цель и огонь продолжать огонь не прекращать огонь враг вскова не вижу цели собран огонь по противнику перезаряжаю оружие перезаряжаю оружие пригвоздим их к месту в укрытие перемещаем живо есть угости огонь давайте парни угостим их огнем продолжать огонь не понял вот этот звук сейчас откуда был типа кто-то из фрицев выжил что ли ничего вперед вас понял вот в этом месте мне игра очень сильно не понравилась потому что сейчас до этого момента я в принципе нормально доходил ну более-менее так я играл в стиле call of duty и medal of hope а вот здесь я понял что что-то блин идет не так потому что я зашел сюда а здесь в ближнем бою ну вот собственно мы узнали чем завтракают немцы достаточно скудная у них еда батоны французские нарезные какие-то багеты вино есть и что-то у них там а не пусто уже все съели видимо остался только хлеб хлеб и вино и кровище на стенах или вино или кровище ну короче здесь меня пять человек замочили это я был готов к их появлению а тогда я не был готов поэтому все было очень плохо я надолго отложил эту игру и только спустя там несколько лет короче я все-таки посмотрел еще обзоры и мне стало интересно что же будет дальше и и тогда я прошел ее дальше а вот он наш кстати говоря соединил чисто а а занять позицию о черт заряжай другой быстро еще немного держись заряжай гарнет держись ну смотри если меня из-за тебя грохнут клянусь я сам тебя убью готово провода соединены рвем отсюда враг покажем красивый дед давай не падай с огоньком чёрт новый отрывок не окончилить патроны перезаряжай ложись мертв вперед понял еще один еще один еще один давай харцер мы че вы будете обеспечить прикрытие дурак надавлен на сколько же их за дых обойти огонь по противнику готов кто еще осторожно у меня уже 50 процентов жизни и это не может не расстраивать так найдите алина инкарн что и зашить миссию а то есть вы всех перемочили да красавцы чё вам надо сказать а зайти сюда нельзя да а не можно не нельзя прикольно 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 это была безумная идея никогда не соглашусь такое повторить уверен что повторишь еще до захода солнца ну кто проголодался ключи в замке мне объявляю этот опель блиц официальной собственностью армии соединенных штатов кто это сказал что скажешь мак скажу что вести буду я отлично за отличную службу отличная медаль лица друзей когда смотришь на них кажется что ты снова дома но это чувство быстро проходит иногда мне не верится что ален и гарнет это два отдельных человека они пришли в форт брек вместе и никто никогда не видел их порознь мы привыкли произносить их имена так словно это одно имя ален и гарнета даже в этом хаосе они ухитряются оставаться вместе как ты думаешь от чего он погиб уж точно не от старости почему его тут бросили разве наши не взяли этот город надо понимать так что фокарвиль в руках врага да рыжий ты умеешь поднять настроение бейкер что будем делать что будем делать воевать будем ну у нас получается рыжий будь рядом двинули а не так точно под нашим командованием пока еще один поднимает человек вот это харци сегран 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 противник сковор надо их обойти этого им надолго хватит сегран 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 соедини поднимает все сегран чёрт новый объект ну не будем попасть к кому первую пулю надо их обойти Они возвращаются Начинаем обстрел Заходим во фланг Пускай попробуют высунуться Вот так это делается Они шутят нас Я не учусь Я не трогайся Взбер 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 Стоять шут! Да сколько же их! Начинаем обстрел! Огонь по машиннику! Угостим их огнем! Продолжать огонь! Начать огневое подавление! Еще немцы! Огонь! Прячьтесь, гады! Начинаем обстрел! Держать огонь! Начинаем обстрел! Этого им надолго хватит! Не прекращать огонь! Огонь! Эта пуля для тебя! Гадаты! Начинаем обстрел! Начинаем обстрел! Огонь! Огонь! По противнику! Противник подавлен! Кто это сказал? Ага! Еще один пуля! Прикорный! Прикорный! Снять пуля скорей! Не могу ли выгрузиться! Поехали! вот сейчас ребята очень важно переместить наши силы так чтобы их не подстрелили попробую вызвать их сюда понять что нужно вот с этой стороны обойти не подставляться под пули если сейчас никого не ранят это будет очень интересно это будет очень хорошо да молодцы они идут туда куда мне надо они под были пошли понял есть какой стороны еще фрицы и вот тут вот ребят у меня прицел а а начинаем обстрел угостимых огнем не а огонь 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 а 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 Больше не видно. Держись рядом. Выдвигаемся! Сегодня будет мясо. Так точно! Опа-опа-опа. Вперед! Еще немцы! Есть! Открыть фельдов! Огонь! Начинаем обстрел! Боевцы! У меня серьезные проблемы, потому что у меня почти нет здоровья. Надо как-то добраться до этих фельдов. Не растереться. А вот так. Еще один готов! Еще один готов! Да! Да! Поддам! Опа-опа! 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 Та самая церковь, в которой звонили колоколасы все недавно. Туда, бегом! Шевелитесь! Понял! Противник! Начинаем обстрел! Давайте, ребята, давайте. Огонь по противнику! Не окончились патроны, перезаряжают! Начинаем обстрел! Противник парализован! А я тем временем обойду. Обойду, обойду. Это будет для тебя! А я тем временем обойду. Правда! Начать огневое подопление! Я вступил! Мертв! Так, я, значит, их туда уже пошлют. А еду именно с этой стороны. Шун, давай! Шун, давай! Давай, да, даю, даю! В укрытие! Двинули! Так точно! Осторожно! Не дайте... Так, меня беспокоит один вопрос. Это вопрос перемещения. Неужели я не могу бежать? Идти пригнувшись, прыжок. Нет? Не могу? Печально, но факт. Начинаем обстрел! Граната! О, вот это косяк. Рыжий! Огонь по противнику! Еще один. Огонь по фрицам! Думаю, мы перебили всех! Огонь! Жалко одного... Когда они надумают сдаваться? Нас замочили. Штаны! Немцы! Перезаряжаю оружие! Готов! Черт! Новый отряд! Обходи с фланга! Напряженный момент, валяйся с их стороной. Валяйся с их стороной. Валяйся с их стороной. Зайдем с фланга! Да сколько же их? Вперед, скорее! Бегом! Есть! Угости мы к огнем! Он уже этому конец! Я ранен! Это последний! Спасибо за передышку. Ненаветчики! Огонь! Прячься, гад! И вот тут я не помню. Как бы нам добраться. Печален тот факт, что... ...на отряд весь суббили. Ну, я перегреваю от людей, потому что они все равно вернутся на спецоплан. Сейчас миссия закончится, насколько я помню. Так, у нас 40 есть. И одного рожка у меня хватило, чтобы уничтожить их всех. их. Что дальше? Найти мака и сообщить ему пренеприятнейшее известие, что весь мой отряд убили. Собственно, нельзя их было оставлять там, надо было с ними вместе идти. Тогда бы, возможно, большая часть из них выжила. Мы прибыли сюда так быстро, как только смогли. Мы слышали, немцы пошли в контратаку и разбили нашу оборону. Бейкер, я был насчет тебя неправ. Сначала я думал, что ты застенчивый романтичный юноша, а теперь я знаю, что ты застенчивый романтичный юноша, способный убить каждого, кто встанет у него на пути. Это качество достойно уважения. А сержант-то у нас, оказывается, юморист. Умеет, так сказать, и беседу поддержать, и пошутить интересно. Удивительно, о чем люди начинают говорить, когда отсвистят пули. Харцег рассказал о своих драках в барах, о том, как один лесоруб наградил его шрамом через всю щеку. Ален и Гарнет сказали, что они сами пошли в армию сразу после школы, не дожидаясь призыва. Когда подошла моя очередь рассказывать, я застыл. Не в силах выговорить ни слова. Я понял, что все, что было прежде, не значило ровным счетом ничего. Жизнь начиналась теперь и сейчас. Мы должны встретиться с остальными отрядами в Вервилле. Самолеты вот-вот пойдут на посадку. Если планер заденет хотя бы один из столбов, ему крышка. Уничтожьте как можно больше этих чертовых штуковин. У него есть чертовски дурная привычка. Говорить о сложном так, будто это пара пустяков. Бейкер, командуй! Вот, собственно, все три наши солдата снова в строю. Я вспомнил, почему я старался пройти все миссии с самого начала, чтобы никто не умирал. Потому что за это дают, ну, типа медаль там лучше. И, по-моему, открывается больше архивных материалов от разработчиков. Так, мы выбрали выход из игры. Возвращение к другому я перед выходом не сохранил. Уверенность в своем выборе. Так, загрузить сохранение. А, еще такой момент. Чит-коды недоступны, потому что, ну, пока я прохожу на самом слабом, на самом легком уровне, то есть, каждое следующее прохождение дает определенные преимущества. На последнем, когда я проходил эту игру, ну, так скажем, первый раз, дается бесконечный запас гранат. Это очень интересно. Закидывайте гранатами туда, куда только возможно. Ну, и при этом у вас отряд остается непостреленный. Собственно, это интересно. А, еще черно-белое прохождение было. Так, завершить главу. Да, посмотрим, что нам доступно. Нам доступно. Архивы. Собственно, вот это внимание к деталям, внимание к исторической достоверности. Все дни, которые мы прошли. А, да, вот медали, которые даются. То есть, тут у нас... Ну, допустим, за первый день. У нас только одна медаль и один. Вот это исторические документы. Страница первой истории. Страница 1. История 101-й воздушно-десантной дивизии официального документа армии США, хранящегося в национальном архиве. Первый абзац, ее перевод. Так, здесь биография полковника Энтола. Это полковник Энтол. Вот этот человек, насколько я помню, он принимал участие в создании этой игры, выступал в качестве консультанта. Военный историк, советник Gearbox. Да. Да. В настоящее время Джонни является военным историком и советником Gearbox. Софтверт помогает разрабатывать игры. Так, правда, все нравится. Для того, чтобы открыть вот эти, нужно проходить игру на более сложных уровнях сложности и, соответственно, чтобы ваши солдаты не умирали. Продолжим, пожалуй. Уничтожить столбы на восточном поле. Рыжий, перемещаемся, живо! Двинули! Вас понял! Противник! Огонь! Кому первого положить! Перезарядка! Давайте, ребята, со мной. Бегом! Есть! Надо их обойти! Туда, бегом! Они возвращаются! Сейчас слышали! Выполнять! Понял! В покрытие! Пошли! Вас понял! Огонь по стрелку! Огонь по противнику! Держать унижу цели! Причь, снежка! Держать огонь! Выдвигаемся! Есть! Еще они! Патроны вышли! Выдвигаемся! Встречаем! Выдвигаемся! Разрешиваться! Выдвигаемся! Выдвигаемся! Это мой конец! Хюни! Самый удобный вариант Самый точнее Господи, слова все вылетели из головы Сейчас самый приемлемый вариант Посмотреть, собственно, что происходит на карте Где находятся наши враги Где находятся наши солдаты То есть вот там у нас один такой получается А не два, а три Три места, где есть враги И сейчас самый приемлемый случай Оценить карту Посмотреть, где кто находится И принять какое-то решение Начинаем обстрел Перезаряжаю оружие Начинаем обстрел Шевель лететь Понял Черт, новый отряд Огонь по прицелу Выгрывай Этого надолго Надо их обойти Черт, патроны вышли Мне надо перезарядиться Я ранен Рыжий Осторожнее Потихоньку до чего выполняется Прекрой, заряжусь Нет патронов Патроны вышли Вынести этот черт от пулемет Угостим их огнем Гаму первую пулю Черт, у меня нет патронов Готовь 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 Вот только так позже из патрона перезаряжаюсь и это было 3 с ордена заходи в фланг сейчас то по прошествии времени довольно таки это все легко делается образоваться прикрой меня я перезаряжаюсь это еще легкий уровень то есть на сложном уровне перемещаться по полю так как я перемещаю это было бы достаточно патроны вышли заходим во фланг салат совсем немного прикройте меня перезаряжаю оружие подсчет рыжий поехали осторожнее черт я ранен рыжий осторожнее а эти тоже передислицируемся еще один конец черт новый отряду прицелиться не смогу попасть так как сири стал бы я взорвал по моему все сержант так не получится открыть стрельбу огонь по противнику прикрывать сержант не вижу цели давайте ко мне сюда двинули вас понял а немцы ушли так походу я стал бы не все еще взорвало а вон туда мы идем вон туда эти убежали эти короче смылись ну и вон сюда есть да сколько же их черт меня ранило карнет не могу прицелиться занять позицию сейчас слышали выполнять сержант не получится понял огонь сержант не вижу цели карнет осторожнее не вижу цели сержант не могу прицелиться не получится сержант сорвали не смогу попасть сержант сержант так не получится сержант так не получится давайте не всегда берем скорее пошли пошли вас понял готов готов пошли 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 не не а не 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 Есть! Заходи во фланг! Продолжайте огонь! Еще немцы! Угостим их огнем! Шевелитесь! Поехали! Понял? Черт, патроны вышли! У меня нет патронов! Огонь! Это пуля для тебя! Огонь! Пускай попробуют высунуться! Угостим их огнем! Начать огневое уподобление! Ну что же, я рискну подойти. Начинаем обстрел! Они все подавлены. Здесь у нас серенький пацан. Ударим в бобу! Огонь по противнику! Готов! Теперь по кем стрелять? Поехали! Поехали! Начинаем обстрел! Не ослаблять огонь! Отсюда мне не попасть! Огонь! Ничего не выйдет! Начинаем обстрел! Обходи с флага! Начинаем обстрел! Начинаем обстрел! Пошли! Сюда, ребята. Двинули! Ваш полет! А я пока подрываю столбы. столбик походу специально ставили чтобы американские самолеты не могли прикрой перезаряжусь еще фрицы сержант ложись чёрт патроны кончили нет патронов есть против готов по ходу мы ячейку которые они возвращаются еще там несколько они там еще живой подождите ребята сейчас он взорву потом будем воевать тихо-тихо все я пошел надо их обойти кто еще вложил вот с этими разберемся он уже поднимается о прикольно прекратить огонь прекратить огонь до моего прибытия они уже всех заключил от нас не спрячутся о том что я правильно распределил все ресурсы своего отряда расположил именно там не надо было осталось только вот тех значить если они конечно еще остались живы вон тот планер надо обыскать следовать за мной бегом за есть в укрытие а здесь ребята будьте сейчас слышали выполнять есть больно они этих тоже уничтожили классно или это были не они будь рядом пошли вас понял ох я думал мне уже не жить спасибо что убрали эти штуковины я думал нам конец а вы ведь здесь 502 полком верно я привез вам боеприпасы у меня полный грузовой отсек берите все что нужно ну на этом пожалуй сегодня все ребят спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал ставьте ваши военные лайки буду рад снова вас видеть не забывайте заглядывать на мой канал второй канал happy geek ссылка на него есть рекомендуемых каналах всем спасибо всем пока